Библейский портал экзегет.ру представляет Досточтимые братья и сестры, мы продолжаем наше изучение Евангелия от Луки, и сегодня мы будем изучать 20-ю главу этого Евангелия. Эта глава начинается словами «В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовестовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему, скажи нам, какую властью ты это делаешь или кто дал тебе власть сию». Блаженный Феофилакт предлагает следующее истолкование. «Господь, со слабой вошедший в Иерусалим, в доказательство Своей власти говорит то, что дом Отца Своего очищает от торгашей». Он сделал это и в начале проповеди, как говорит евангелист Иоанн, а теперь снова делает тоже во второй раз. «Это служит большему обвинению иудеев, что они не уцеломудрились от первого Его открытого вразумления, но продолжали торговать в храме и называли Его, Христа, противником Бога, тогда как Он почитает Отца и Бога до такой степени, что дом Его очищает от торгашей». В этом комментарии блаженного Феофилакта говорится о том, что очень важно, чтобы дом Божий не превращался в дом торгашей, где всё продаётся и всё покупается. Собственно говоря, что же продавали эти люди? Там были столы миновщиков денег. И это было законное действие, потому что они обменивали языческие монеты, на которых были изображения безбожных императоров и ложных богов, на храмовой динарии, чтобы в храм не вносить изображения ложных богов, которые были на римских, греческих деньгах, изображения безбожных языческих императоров, стояли столы миновщиков и обменивали на храмовый шекель. Также продавали животных для жертвоприношения, которые установил Моисей. Там продавали голубей, горлиц, там продавали скот для жертвоприношений. И это, в принципе, не спрещалось. Но это было в такой близости к месту молитвы. Эти торгаши, они старались приближаться как можно ближе к тем, которые молятся в храме, и они своим предложениями мешали уже молиться. А храм – это место общественного богослужения, где молитва занимает очень важное место. Любой храм – это и дом молитвы. И Христос проявляет ревность, потому что их действия не сдерживались некими границами, и они ходили по храму, предлагали свой товар на выгодных условиях тем, которые находились в храме, и отвлекали их от молитвенной жизни. Христос дважды совершает это действие в начале своего общественного служения, и в последние дни перед собственными страданиями он тоже очищает храм. Таким образом, мы видим, что они не приняли его первое обличение, и тогда он обличает их второй раз, дважды очищая одно и то же место. Сам Христос научает нас, что важно не один раз обличить человека или целое сообщество, а как минимум несколько раз. Сказано, если имеешь на брата, пойди обличи его один на один, если не послушается, возьми двоих троих, и при устах двоих троих обличи его, а если не послушается, тогда повешь, то есть расскажи всей церкви. То есть божественные вразумления, а они бывают неоднократные, как и смоковница, которая не приносила плоды, но садовник говорил, я хочу еще ее удобрить, я хочу еще ее навозить, острить все лишнее, может быть, она все-таки принесет плода. И в Библии сказано, что долготерпение Божие ведет к покаянию. Бог долготерпит, ожидая нашего покаяния, как в книге Откровения сказано, «Се стою у двери и стучу, кто откроет, войду к нему». Поэтому действия Христа, они не спонтанные, они наполнены такого конкретного смысла. Не один раз предложить людям исправление, но и второй раз по возможности он прибегает к тем же действиям. Итак, его спрашивают, какой властью ты все это делаешь. Собственно говоря, ненависть первосвященников, книжников, фарисеев ко Христу была обусловлена тем, что он бросал вызов их церковному бизнесу. И этот церковный их бизнес для них застилал глаза, и они ничего, кроме этого, не видели. Представьте себе, если сейчас в каждом городе, может быть, по несколько христианских храмов, тогда был один единственный храм на всей планете. Это храм Господен в Иерусалиме. В других еврейских городах никаких храмов не было. Были синагоги, но это больше дома учения. И естественно, что в этот храм стекалось огромное количество людей и тех средств, которые они приносили собою. Итак, он сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном, и скажите мне. Итак, пишет блаженный Феофилакт, а Господу легко было ответить им, что так сказано, и сказать, что так повелевает пророк или лучше Бог. Однако ж, чтобы обличить их в постоянном противлении Духу Святому и в том, что они не хотели веровать не только древнему пророку Исаии, быть может, или и забытому, но и так недавно явившемуся почти невещественному и бесплодному Иоанну Крестителю. Для всего на вопрос их со своей стороны дает им настоящий, достойный удивления вопрос. Итак, Христос их спрашивает, крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Они спросили Христа, какой силой ты действуешь? Иисус Христос очень по-еврейски на вопрос отвечает вопросом. «Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Они же, рассуждая между собой, говорили, если, скажем, с небес, то скажут, почему же вы не поверили Ему? А если, скажем, от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо Он, то есть народ, уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали, не зная, откуда Иисус сказал им, и я не скажу вам, какой властью это делаю». Блаженный Феофилак пишет, «Сим вопросом он и им заграждает уста и нам показывает, что если они не поверили такому пророку, как Иоанн Креститель, по их мнению, больше Его, когда сей свидетельствовал о Нем, то как же поверили бы они Его ответу на то, какой властью Он это делает? Ибо, чтобы Он, Христос, не сказал, они во всяком случае могли перетолковать это и осмеять, подобно тому, как они презрели и слова Иоанна Крестителя, бывшего у них, хотя и в большой славе». Действительно, проблема религиозного эстаблишмента того времени заключалась в том, что все эти люди, они очень хорошо организовывали церковный бизнес, но они не обращали внимания на слово Бога. Они не изучали внимательно с молитвой Священное Писание, и это наносило им непоправимый вред, потому что они не могли созерцать истину, когда истина воплотилась и обитала среди них. И мы читаем далее. «И начал он, то есть Христос, говорить к народу притчу сию, один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время». Жанр притч – это жанр таких наставлений в образных примерах, которые имели целью наглядно вразумить людей какими-то образами. Феофилак пишет, «Притча сия кратка, но научает нас многому и великому именно, что Бог имел и доказал особенное промышление об евреях, что они издавна склонны к убийству, что один Бог Ветхого и Нового Завета, что язычники будут введены, а иудеи отвергнуты, виноградник есть сама церковь иудейская, виноградари, книжники и фарисеи, эти передовые люди и приставники народные, или каждый сам по себе есть виноградник и виноградарь, ибо каждый из нас возделывает самого себя, человеколюбец, отдав этот виноградник делателям, отлучился, то есть оставил их действовать по собственному их произволу». Действительно, Господь, сотворив этот мир, Он как бы устраняется и не действует открыто для того, чтобы не стеснять свободную волю человека. И если бы Бог вторгался бы в реальность нашей жизни каскадом чудес, это было бы насилием над нашей свободной волей. поэтому в любом случае Господь предоставляет нам возможность действовать самостоятельно, чтобы мы состоялись или в добре, или во зле. Хотя Господь, конечно, всех нас призывает на стези добра, но человек, имеющий свободную волю, может использовать ее и во вред себе. Кто-то может сказать, а зачем такой опасный дар? Зачем Бог дал человеку свободную волю? Но если бы человек не имел свободной воли, он был бы машиной, компьютером, которая работает в соответствии с той программой, которая в него заложена. А человек создан по образу Бога и подобию Бога, а Бог в своих решениях абсолютно свободен. Поэтому свободная воля человека это опасный дар по-своему, но именно этот дар уподобляет нас Создателю, который свободен во всех своих решениях. Феофилак пишет, «Притчи сия кратка, но научают нас многому и великому, именно что Бог имел и доказал особенное промышление об евреях». Действительно, об этом народе была особая забота Бога, и Господь хотел их воспитать в такой народ, чтобы они стали народом светочем до всех остальных племен, народов и языков. И надо сказать, что в лице лучших своих представителей они такими и стали. Лучшие представители еврейского народа это Дева Мария, это 12 апостолов, апостолов из числа 70, и те женщины простые люди, которые веровали в Иисуса Христа в одни его земной жизни, то есть верный остаток, который есть в каждом народе. и в этой притче говорится далее, и свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника, но виноградаре, прибив его, отослали ни с чем, то есть избив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того изранив выгнали. То есть Бог посылал в этот мир патриархов Авраама, Исаака и Якова, Он посылал в этот мир пророков, и одних из них убивали, других преследовали, не признавали их духовного авторитета. И 13 стих читаем 20 главы Евангелия от Луки. «Тогда сказал господин Виноградника, что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдяться». И золотой стих Библии гласит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел бы жизнь вечную». То есть Отец Небесный посылает своего сына, потому что недостаточно было служения пророков, недостаточно было служения патриархов, праведников, потребовался сам сын Божий, который должен был стать посредником между Богом и человеками. 혼 Если нужен посредник между человеком и человеком, то таким посредником может стать любой другой человек. Но если нужен посредник между человеками и Богом, то такой посредник должен быть одновременно и человеком и Богом. Иисус Христос был истинный Бога-человек, то есть такой совершенный посредник, который имел отношение к человеческой природе и к божественной. И мы читаем, какое же было действие этих виноградарей в этой притче. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собой, говоря, это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше. И, выведи его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Блаженный Феофилак совершенно неожиданно предлагает третье истолкование. Значит, первое истолкование – виноградник – это еврейский народ. Второе истолкование – виноградник – это внутренний мир каждого из нас, который мы должны возделывать и приносить плоды Богу. Феофилак предлагает третье истолкование. Некоторые под виноградником разумеют Писание, то есть Библия. Итак, Господь пострадал вне Писания, то есть его убили неверующие в Писание, неверующие Моисею. Ибо если бы веровали Моисею и обращались к Писаниям, исследуя оное, то не убили бы владыку Писания. Действительно, Господь наш Иисус Христос – есть автор книг Священного Писания, как сказано, что Дух Христов издревле говорил в пророках. Писания создавались по воле Отца Небесного, также действием Духа Святаго. Как сказано, никогда пророчество не изрекалось по воле человеческой, но изрекали их мужик Божие, будучи движимы Духом Святым. И еврейский народ имел Писание. Это и был их виноградник, где они должны были наслаждаться соками божественных откровений, библейских откровений, и приносить плоды, потому что нельзя читать и не исполнять. Но, увы, имея Писание, они не вникали в него с достаточным вниманием. Итак, Христос в этой притче задает вопрос, что же сделает с ними господин виноградника? И 16 стих придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это, то есть те, которые слышали эту притчу, сказали, да не будет, но он, взглянув на них, сказал, что значит сие написанный камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, и на кого он упадет, того раздавит. Святитель Феофан Сотворник пишет, что значит слова, всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Упадет на камень сей, что упадет? То, что объято неверием, хулою, сомнениями. Как хулителю сына человеческого Господь обещал прощение, то хоть он и крепко расстраивается, но если покается, такой человек спасется. Так и все подобные. А на кого камень падет, это кто достоин полного гнева Господня, тот пропал, нет надежды, таковы отчаянные богоборцы, сатанинские, упорные и подобные. Святитель Феофан Сотворник разбирает две позиции. Первая позиция – всякий, кто упадет на тот камень. Если кто-то падает на камень, это все-таки не смертельно. Поэтому Христос говорит, всякая хула простится людям, даже хула на Сына Человеческого, но хула на Духа Святаго не простится, ни в всем веке, ни в будущем. Если кто-то не понимает, кто такой Сын Божий Христос, таких было много и в одни Иисуса Христа. Одни говорили, это пророк, другие говорили, это Иоанн Креститель, который воскрес из мертвых, другие говорили, что это один из великих пророков. Как и сейчас, существует очень много мнений об Иисусе Христе. Но Христос кормил этих людей, насыщая чудесным образом хлебами и рыбой. Он исцелял этих людей. Но если человек не просто заблуждается по неведению, а впадает в богохульство, становится хулителем Духа Святаго, то это означает, что на него может обрушиться этот камень, Божье наказание, и тогда уже никто не сможет ему помочь. И мы читаем далее. И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, то есть за Христом, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. То есть они решили воздвигнуть против Христа некое политическое обвинение. И они спросили его, «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь, позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Этот вопрос называется «Вопрос вилка». Если он ответит, «Позволительно давать подать кесарю», то книжники-фарисеи скажут, он поддерживает римских оккупантов, на которых собирается это подать, значит, он коллаборационист, предатель собственного народа. Если он скажет «непозволительно давать подать», его обвинят в том, что он политикан, и передадут в руки римским властям, что он призывает людей не платить им подать. И тогда бы его казнили по этому политическому обвинению. Такие вопросы Христу задавали достаточно часто. И мы читаем 23 стиха ниже. «Он же, уразумев лукавство их, сказал им, что вы меня искушаете. Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись». Они отвечали «Кесаревы». Там было изображение римского кесаря, императора, который считал себя богом. «Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись». Они отвечали «Кесаревы». Он сказал им так. «Отдавайте кесарева кесарю, а Божия – Богу». Эти слова Христа нуждаются в объяснении, что он имеет в виду. Отдать кесарю можно было его изображение. Если это изображение кесаря, то можно ему отдать это изображение, потому что для верующих людей даже иметь такие изображения было чем-то предусудительным. Потому что в законе Божьем сказано, что нельзя делать подобное изображение. Тем более, что кесарь претендовал на некий божественный статус. Но когда Христос говорит «а Божие Богу», сразу возникает вопрос, а что Божие? Как я вам часто объясняю, Бог по праву Творца является единственным собственником во Вселенной. Все, что Он создал, Ему одному принадлежит. Поэтому отдать Богу Божие – это отдать Богу буквально все, посвятить самого себя, свое сердце на служение Творца и Создателя нашего. Если в космосе мы видим разные летающие объекты, они строго следуют той траектории, которая заложена для них. Есть огромные галактики, есть огромные солнечные системы, есть огромные планеты. И таких галактик, миллиарды и миллиарды, в каждой галактике, миллиарды и миллиарды звезд, звездных систем. И все это подчиняется воле Создателя, потому что Он все это создал. И все существует, подчиняясь тем траекториям, которые установил Господь. Так в мире огромных объектов и малых объектов, атомы, нейтроны, протоны, они двигаются тоже по той траектории, которую установил для них Бог. Если пчела рождается на белый свет, вылетает из улья, Господь уже вложил в нее программу, чем она должна заниматься. Есть три типа пчел. Пчел – это пчела-труженица, пчелы-воины, которые оберегают улей, матка, трудни, и у каждого своя программа. И совершенно очевидно, что если есть человек на земле, должна быть траектория для этого человека. Это заповеди Божьи, которые являются Господним руководством к действию. Все, любой камень в космосе имеет свою траекторию. И для каждого человеческого существа есть его траектория. Как псалмопевец Давид восклицает, «Закон твой – светильник для ноги моей». Но человек, имея свободную волю, может уклониться от той траектории, которой предначертал для него Бог. И когда космический какой-то объект сходит со своей траекторией, он может обрушиться на какую-то планету и погубить живые существа там, как, например, на нашей планете, когда-то жили огромные динозавры, но упало огромное космическое тело, астероид или огромная комета, и волна ударная была такая сильная, что она много раз объезжала планету. И поднялось такое облако пыли, что все огромные животные погибли, вымерли, и остались только незначительные виды живых существ. Нечто подобное происходит и тогда, когда мы нарушаем траекторию нашего существования, уклоняясь от Божьего закона, от Его заповедей. Это порождает катаклизмы в нашей семье, в нашем доме, в нашем подъезде, по месту нашей учебы, нашей работы и так далее. Мы должны строго следовать тому замыслу Бога о нас, который раскрывается в Священном Писании. Как сказано, «Вникай в себя и в Писание, занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя». Вникай в себя и в учение, занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя. Поэтому, когда Христос говорит, «Отдайте кесарево кесарю, а Божье – Богу», он не идет ни на какой компромисс. А что принадлежит кесарю? Возможность видеть ему дал Бог. Возможность слышать ему тоже дал Бог. Возможность говорить ему тоже дал Бог. Кесарь – это личность, которая слетела с той траектории, относительно которой она должна существовать. Поэтому мы должны стремиться вернуть все творение к тому порядку, ради которого Бог и создал весь тварный мир. И исправлять Вселенную мы должны начинать с самих себя. Мы не можем контролировать движение космических объектов, у нас нет таких мощностей, мы не можем контролировать другие народы, страны, даже соседи могут нас послушаться, а могут нет. Но когда человек начинает исправление мира, самого себя, возвращая Богу, Богово, вот это имеет смысл. потому что человек может руководить своими действиями, он может ограничивать какое-то движение собственной мысли. И святые отцы нам заповедали, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. И мы читаем 26 стих. И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись, ответу его замолчали. Далее говорится о воскресении, тема воскресения. Тогда пришли некоторые из судукеев, а мы с вами уже знаем, что в судуке они не верили в воскресение мертвых, как и сейчас многие люди не верят в воскресение мертвых. Они не верили в ангелов, в духов. Можно сказать, это были такие модернисты, религиозные, которые как бы выдумали свое понимание Моисеева закона. Кстати, в то время все первосвященники были судукеи. То есть первые лица церковного, религиозного эстаблишмента были модернисты и безбожники. Тогда пришли некоторые из судукеев, отвергавших воскресение, то есть воскресение мертвых, и спросили его, учитель Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восстановить семя брату своему. Это закон о либератном браке. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным, взял ту жену второй, и тот умер бездетным, и взял ее третий, так же и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из них будет она женою, ибо всемеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ, чадо века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божия, будучи сынами воскресения. И в другом Евангелии сказано, они пребывают на небесах, как ангелы. Святые отцы обращают внимание на то, что не сказано, что они будут ангелами, а сказано, что они будут как ангелы. А что это значит? Мужчина будет оставаться мужчиной в день воскресения, женщина будет оставаться женщиной в день воскресения, но они будут как ангелы, то есть они не будут иметь плотских влечений друг к другу. Все это прекратится, когда тело умрет, пройдет через разложение в земле, потом воскреснет, и хотя мужчина будет мужчиной, женщина – женщиной, у них не будет никаких других стремлений, кроме ангельского желания воспевать Бога, Его чудные имена, познавать Бога и в этом усиливать блаженство. Далее Христос говорит, а что мертвые воскреснут, и Моисей показал при Купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Якова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Действительно, наш Бог называется Богом Авраама, Исаака, Якова. Сам Бог говорит о себе «Они, Элогим, я Бог, Авраама, Исаака, Якова». То есть Бог не стыдится называться именами этих людей, как бы внося их в свое имя. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. Потому что они живы в Боге, эти праведники. И все святые, которые умирают, они живы в Боге. И мы ощущаем их молитвенную поддержку за нас, как в Апокалипсисе сказано, что умершвленные за Иисуса, они выпияли из-под жертвенника и спрашивали, «Доколи, Господи, не мстишь за нас?» Действительно, связь наша с усопшими, праведными и святыми, которые живы в Господе, она существует, как органическая связь, ибо мы составляем одно тело, церкви, Иисуса Христа, и смерть не отлучает человека от церкви. Напротив, она приближает человека в его молитвенном служении ко Христу. Так, например, апостол Павел однажды сказал, «Хотя я плотью отсутствую, но духом я с вами». Тем более, когда они освобождаются от плоти в момент смерти и светлыми духами обитают на небесах, как сказано у апостола Павла, мы приступили к церкви духов Божьих, достигших совершенства. И сказано, «Вспоминайте наставников ваших и, взирая на кончину их, то есть на смерти их, подражайте вере их». Они живы для Бога, значит, они живы и для нас. Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. На это некоторые из книжников сказали, «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. И следующая тема, «Если Давид называет Христа Господом, как же он сын ему?» И мы читаем, «Он же сказал им, как говорят, что Христос есть сын Давидов». А сам Давид говорит в книге Псалмов, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуя меня, доколе не положу врагов твоих в подножие ног твоих». Действительно, Давид восклицает в одном из своих Псалмов, «Сказал Господь Господу моему». Это Псалом 109, первый стих. Если он говорит, «Сказал Господь Господу моему», то имеется в виду, что над ним есть Господь Христос и Господь Бог Отец, Который предвечно в Духе Святом собеседует друг с другом. Святая Троица, единосущная и нераздельная. А в понимании евреев того времени Христос – это как сын Давидов, который будет военно-политическим лидером, как и Давид, который должен свергнуть римское владычество и установить евреев царями и священниками над всеми народами. Но когда Христос пришел, Он пришел с другой целью. Он пришел с целью освободить и евреев, и римлян, и греков, и скифов, и варваров от рабства дьяволу, от рабства греха и от рабства страха смерти. Он же сказал им, как говорят, что Христос – это сын Давидов, а сам Давид говорит в крике Псалмов, сказал Господь Господу моему, сидя, теснуя меня, доколе положу врагов Твоих, в подножие ног Твоих. И так Давид Господом называет его, как же он сын ему. И когда слушал весь народ, Он сказал ученикам своим, остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся, они примут, тем больше осуждение. Самыми далекими от Христа были саддукеи, самые близкие к христианам были фарисеи, книжники занимали нейтральное положение, книжники по-еврейски «Сеферим» – это переписчики книг Священного Писания, у которых была проблема, они очень гордились этой своей, надо прямо сказать, нужной работой. Они переписывали Писание, распространяли его, но Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И если кто-то из нас начинает занимать в жизни общины какое-то важное положение, он не должен превозноситься над другими членами церкви, как апостол Павел пишет, что «рука не скажет ноге, ты мне не нужна». Каждый член человеческого тела, он соразмерно присутствует в человеческом теле, а церковь – это тело, единое тело, и живые, и усопшие, которые живы в Господе, под единой головою самого Христа, Спасителя нашего, который руководит нашими действиями и ведет нас стезями божественного откровения. Он сам и есть это откровение. Христос – это самое великое откровение Бога о самом себе. Поэтому однажды, беседуя с учениками, он и сказал, видевший меня, видел и Отца. И также он сказал, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Итак, сегодня мы с вами в нашей библейской школе окончили изучение 20 главы Евангелия от Луки. И если мы будем живы, и Господь позволит, то в следующее воскресенье мы соберемся вместе и будем изучать уже 21 главу этого Евангелия. Когда мы кончим изучение Евангелия от Луки, мы с вами вместе решим, какую другую библейскую книгу мы будем с вами изучать в стенах нашего храма. Спаси вас всех, Господь! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!